Привет! Хочу поговорить о вчерашней поездке в Абу-Даби. Мы решили не заказывать тур, поехать самим. Но я вам скажу, если вы будете ездить на такси, то вам выйдет по факту одинаково по цене практически. От нашего отеля мы взяли такси и доехали до автовокзала, а потом, как оказалось, там рядышком было метро, и можно было на метро доехать. Что мы сделали? Мы сейчас отдыхаем в отеле City Max. Взяли такси, которое стоило 73 дирхама, поехали на автобусную станцию Ибл-Ибн-Башид. Если не ошибаюсь, напишу. И там уже взяли билет. Смотрите, билет, стоит кабинка рядышком со станцией. Билет можно взять в той кабинке. Там написано туалет, и за туалетами заходишь и берешь себе билеты. Билет стоит до аэропорта Абу-Даби 35 злотых. Берете билетики, встаете в очередь, занимаете место себе, какое хотите, и едете до Абу-Даби. Вот это билеты до Абу-Даби. Имба-Тута Абу-Даби аэропорт. Стоят они 35 дирхам. Ну, в общем, сели мы в автобус. Скажу честно, тяжело было разобраться. Йола помогла. Она увидела, откуда брали билеты. Мы взяли, там получается стоит куча автобусов, и взяли билет на аэропорт. Получается, за билет мы заплатили 35 дирхам. Он едет на аэропорт. С аэропорта мы собираемся взять такси на вот этот храм белый. Вот, не успели от нашего отеля доехать до аэропорта, до станции автобусной. Потому что целый час практически ехали, там залито было. Ну, а так, слава богу, сидим. Сейчас уже собираемся. Плюс, смотрите, есть там рядышком с автобусной станцией автомат. Вот, в автомате не надо покупать билеты. Там стоит рядышком киоск. Заходите в киоск, говорите, куда вам надо. Он дает вам билет. Платите готовкой, кэшем. Картой тоже, наверное, можно. Но у нас была готовка, мы заплатили. Итак, в автобусе у нас есть у каждого зарядить телефон, и он работает. Комфортный автобус, климатизация работает. А этот туалет, по-моему, тоже есть. Мы еще это проверим, конечно. Когда мы приехали в аэропорт, мы заказали на Uber такси. Такси нам стоило до самой мечети около 70 дирхам. Но такси может быть и дешевле. Я заметила, что в Дубаях такси днем намного дороже, чем вы заказываете его ночью. Так, летниско Абу-Даби. Там, где приезжают самолеты. Поехали до храма. И в том храме получается, что вас довозят до самого храма. Итак, мы приехали в Абу-Даби, чтобы посмотреть мечеть. А вон там люди ходят. Посмотреть на мечеть. Мы не знаем, что это за яйца. Смотрели в интернете, кто его знает. Люди туда все заходят. Может, это просто метро. Ну, итак, мы наближаемся. Какая красота. Вообще, вживую, это красота. Играет музыка. В общем, что я подняла руки, Йола меня сфотографировала, потом подходит ко мне такой security и говорит, что нужно удалить эти фотографии, потому что так нельзя фотографироваться, когда поднимаешь руки. То есть надо скромненько стоять. Поэтому на фоне этой мечети, к сожалению, будут только скромненькие фотографии. Вообще, получается, яйцо всё-таки то был вход. Вот сейчас возвращаемся обратно, чтобы зайти. Надо найти теперь оттуда вход в мечеть, потому что вот там вот, в эту мечеть, они не пускают. Говорят, что только верующие туда заходят. В общем, всё-таки в этом яйце вход в мечеть. Сейчас будем пытаться найти этот вход. Но вы не идёте, не поднимаетесь к храму, а идёте в яйцо, которое мы долго искали, думали, где там вход в этот храм. Он получается в таком яйце, которое надо спуститься. И сразу вывеска будет написана, что этот храм Заида. И идёте по стрелочкам. Когда мы подошли, ну сказано бесплатно, подошли к входу, нас попросили PR-код. Получается так, что вам надо сканировать в интернете, зарегистрироваться только. Вы регистрируетесь, получаете PR-код. Мы это сделали буквально за 5-7 минут. Получаете PR-код и идёте на вход в храм. Но дело в том, что я взяла длинное такое своё платье. Буквально вот столько было от косточки. Как бы короче немножко. Он сказал, что так нельзя. Мне пришлось покупать платье там на месте. Сразу вы заходите за угол, видите киоск. Стоило это платье 100 дирхам. Самое дешёвое. Покупаете. Естественно, если у вас нет накидки, то ещё доплатить нужно. Но у нас была. Покупаете и заходите. Ну что, мне пришлось купить наряд арабский, потому что мы не приняли. Буквально от косточки вот столько было. И сказали, что нет. Поэтому пришлось купить 100 дирхам. Стоит такой костюмчик. Без ничего. У нас будет шарный на ложечке. Стоит. Субтитры делал DimaTorzok В самолете контроль, потому что надо все сумки просветить, вас тоже через сканер, ну как бы через эту рамку проводят, смотрят, чтобы вы никаких фотографий не делали с поднятыми руками, поскольку мне даже попросили удалить одну фотографию, где я просто подняла руки, говорила, ну как бы на фоне храма сфотографировала, сказала, что нельзя, нам нужно будет фотографии удалить. И когда вы подошли уже в храм, на каждом практически 100 метров стоят security, смотрят, чтобы вы не зашли в запретные зоны, потому что там ограничены зоны. Вот, у нас, скажем так, на все это нам нужно было три часа, нам хватило три часа. Поехали туда мы после обеда, где-то в 17.00 были на месте, в 17.00, а выехали, я не знаю, мы не успели на два часа, потом сели, по-моему, в автобус на три часа. Ехать, ну, два часа, если пробки, то два часа точно вы будете автобусом ехать до Абу-Даби. А тут есть мрамор, на который даже нельзя ступать. Вот все идут по такому укладке, смотрите, как тут красиво. Вау! Супер! Вот он, диван, самый большой в мире, который, не знаю, сколько стоит, но, блин, огромезный. Какие иглы с пенкой. Вернулись мы уже в 23.20. Метро уже было закрыто, нам пришлось вызывать такси. Вот. Советы. По факту, если вы будете ехать автобусами, а не вызывать такси, как мы, то вам выйдет намного дешевле, потому что билет туда и билет назад, 35 дирхам, это немного с Дубая, в Абу-Даби. Плюс еще в интернете я смотрела, что лучше ехать с аэропорта. Мы поехали до аэропорта, с аэропорта взяли Абу-Даби, взяли такси, приехали в Шейх-Заид. И оказалось, что, ну, потом уже подошла к нам женщина с такси, мы говорим, что нам надо до аэропорта для того, чтобы сесть там на автобус. Она сказала, зачем, ну, вы можете просто в автобусную станцию поехать, там быстрее автобусы ходят. Но так и получилось, что там ходит каждых полчаса автобус, плюс бас-стейшн, мы понимали, где... А, и плюс еще на бас-стейшн эти карты серебряные, они тоже годятся. То есть вам не надо куда-то бегать, искать билет, вы можете серебряной картой при входе в автобус расплатиться. Поэтому, не знаю, выбирайте сами. Но, мне кажется, проще доехать до бас-стейшн, и с бас-стейшн там едут уже, скорее всего, я так думаю, едут автобусы до храма. Поэтому, если вы собираетесь ездить на такси, то по факту можете купить просто себе тур. Если вы все-таки будете ездить автобусами, то, скорее всего, вам будет выгодно поехать самим до Абу-Даби. Но нам не нравилось то, что по факту мы целый день теряем, и плюс вот эти, ну, как бы подождать, то пока вас ждут, то пока то, пока сё. Так мы быстренько сами все решили, сами все узнали, посмотрели, когда захотели, поехали до Дубая. Поэтому так. Позвенкова на Даби. Продолжение следует...